Сестричество милосердия во имя святой старостотерпицы царицы Александры Федоровны, которая действует в Исселькульской епархии, недавно выросла по численности более чем в два раза. Во время праздничного богослужения епископ Исселькульский русско-полянский Феодосий благословил на служение новых сестер милосердия. Тех, кто имеет доброе сердце, чистые помыслы и желание оказывать помощь нуждающимся, Господь избирает для бескорыстного служения людям. У нас есть сестры милосердия, но они все живут в Исселькуле. А сегодняшний день во всей епархии будут жить сестры милосердия во всех районах. Сестры милосердия, отметил Владыка, многое делают, иногда по силам, иногда сверх сил, своим духовным подвигом побуждая к служению других. Это было такое желание, как бы вот помочь кому-то, потому что когда ты кому-то помогаешь, то у тебя на душе эту радость, просто ну ее не описать, она правда на такая радость, что ты что-то можешь сделать для кого-то. Господь все это видит, и когда-нибудь эти все труды, эти все семена дадут плоды радости. И не только в этой жизни, но и в жизни вечной. Облачается нам Божия Галина, апостоль, и милосердие во имя Отца и Сына Старя Духа. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Каждому человеку в трудной ситуации необходимо быть услышанным и понятым. Помощь Божия, которая приходит через сестер милосердия, утешает и спасает и физически, и духовно. Наша работа будет, да, и наша честь будет, это помогать людям, помогать им найти себя, найти храм православный, чтобы они проциркулялись, чтобы они поняли, что Бог, Он живой, Он здесь, Он с нами, Он нас любит. Сфера деятельности современных сестер милосердия огромна. Это и уход за одинокими людьми в больницах и домах престарелых. Это и духовное окормление верующих, которые по состоянию здоровья не могут прийти в храм. Это и поддержка материнства и детства. Каждая женщина, она внутри себя, она сестра милосердия. Нет у нас в России женщин, которые не сестры милосердия, они рождены уже сестрами. И просто раньше мы это делали от себя, а теперь мы это будем делать от имени нашей русской православной церкви. Они сегодня, апостолики, принимали на себя, и знаете, такое внутреннее было такое предоставление себе боли Божьей, вот я так сказал бы. То есть это такое чувство, такое вот что-то такое, что, ну, словами закрывать и твердыми какими-то обозначить, ну, невозможно все туда, туда все как бы совместить. Впрочем, лучше всяких слов говорят сердца, глаза и поступки тех, кто несет милосердное служение людям во имя Господа.